Здравствуйте! Мы находимся в городе Калининграде, по-другому городе Клинцберге, на могиле великого немецкого философа Мануэла Канта. Немножко он и великий российский философ, но об этом позднее. Кант родился в набожной семье, родители его принадлежали к направлению пиетизм, и он родился недоношен, очень слабеньким, как говорят, мама там его положила, кто говорит, в рукавичку, кто говорит, положил его там чуть ли не в какие-то внутренности животного. Он все в семье было направлено на образование, Кант поступил в университет, закончил, и потом долгое время практиковал как частный преподаватель. Позднее он поступил в университет и работал там постоянно, длительно, и каждый день у него были лекции. Он был очень педантичным человеком, по нему даже говорили, что по нему можно сверять часы. Но Кант не был чужд и простых радостей человеческого существования. Он, например, очень любил поесть и каждую неделю собирал у себя роскошные приятные обеды, где присутствовали умные красивые мужчины, умные красивые женщины. Писать он свои основные туры начал примерно с 40 лет. Его знаменитая фраза, единственная, что есть нравственная, нравственный закон внутри меня, звездное небо на голову, говорят, по слухам случилось с ним так. Он шел пьяный из бирлядны, упал лицом в грязь, встал, утерся, говорит, ой, вот, ну, конечно, единственное, что это звездное небо на голову и нравственный закон внутри меня. Почему Кант, великий российский философ во времена Елизаветы Петровны, нашей императрице, Кёнигсберг, ныне Калининград, был захвачен российскими войсками. И город перешел под русскую ездикт. В течение нескольких лет он под ней находился. И в архивах нашлось письмо, где Эммануэл Кант просит предоставить ему русское гражданство. Но оно не было ему предоставлено, и Кант впоследствии так и остался немцем. Он практически не выезжал за границы родного города, но был этим совершенно доволен, совершенно по этому поводу не страдал. Но он немножко, все-таки, видите, и российский философ.